Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 33 года, почти 2 года назад попала по сокращению. До этого работала непрерывно 9 лет в хороших местах с хорошей зарплатой. После увольнения отдыхала, искала работу активно в разных сферах, но неудачно многие места мне не приходили. Чувствовала много энтузиазма и желания работать, закидывала много резюме. До момента болезни, около года назад, сильно заболела, почти год потребовался на лечение и восстановление. Сейчас заболевание в стадии ремиссии. Аутоиммунное заболевание, которое, к сожалению, дало осложнение на сердце и другие органы. Сейчас я принимаю таблетки, нахожусь на учёте, мне помогают родители, дают немного-немного денег, живу отдельно, в своё жильё, беру иногда кошек, за деньги присматриваю. Состояние здоровья улучшилось, но всё равно не так много энергии. Быстро устаю, в том числе от общения. От былой энергичной девочки, как будто не осталось следа. Немного закидываю резюме, но у меня появился страх не соответствовать должности. Хотя раньше постараюсь, хорошо зарабатываю, хороший опыт. А сейчас такое чувство, что не справлюсь, смогу ли работать. Куда-то ушли все мои амбиции. Я больше хочу проводить время в одиночестве, либо со своей кошкой. Хотя в прошлое моя жизнь была наполнена путешествиями, целями, желанием развиваться. Но факт, что сейчас дома почти два года, меня расстраивает. Как преодолеть страх и уже выйти в люди. Сейчас появилось одно место, перспективное, куда я очень хотел. Надо готовиться к тестированию, а мне страшно. Что-то здесь заключается, как мне кажется, в том, что сама болезнь для начала является травмой. Это психологическая травма. Такая серьезная болезнь, которая серьезно достаточно влияет на качество вашей жизни. То есть происходят глобальные изменения в вашей жизни. В результате чего вы эти самые изменения чувствуете. И, конечно, вам от этого тяжело. Само собой. Эту травму нужно прожить. В первую очередь. Делать это лучше всего с психологом и ваши переживания, чувства по поводу болезни, конечно же, имеет смысл прожить. Чтобы выразить, чтобы они в вас не оставались, чтобы они в вас не отравляли. Второй момент заключается в том, что в результате болезни у вас изменилось восприятие себя. Ситуация, прямо скажем, не уникальна. То есть вы понимаете, что ваши возможности изменились. Вы понимаете, что ваши силы стали другими. И вы понимаете, что теперь вы способны на другое количество. Те требования, которые вы к себе... Сами Предъявляете Требования больше не актуальны. Для вас. Эти требования... Другие. Теперь. По факту. Они другие по факту. Но... Они... Эээ... Психологически... Остались теми же... Самыми... Что и раньше. То есть, иными словами, вы игнорируете реальные изменения, которые с вами произошли. И привести ваши требования в соответствии с вашими реальными возможностями является второй задачей, которую необходимо выполнить. Следующий момент это самооценка, она у вас упала, вы стали оценивать себя хуже, вы стали понимать, что возможно с вами что-то не так, вы стали понимать, что может быть какая-то вы не такая и прочее. Но это тоже необходимо учитывать и самооценка работа. Дальше. В результате опыта, в результате неприятных событий, вас вполне могли измениться... Вполне могло измениться, точнее, восприятие себя. Восприятие своих интересов... Ваши интересы могли измениться. Отсюда вытекает уход амбиций. Смена приоритетов... Тоже... Тоже... Скорее всего... ... 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 нужно говорить. Понимаете, да? То есть вот нужно говорить об ум, что ваши приоритеты теперь немножечко другие. Вот. Это нужно учитывать. На мой взгляд, я повторюсь, на мой взгляд это нужно учитывать. Дальше. Идем. Отношения, значит, с родителями. Вот в какой-то степени вызывают тоже вопросы отношения с родителями. Ну, насколько они адекватны, насколько они вас устраивают, вот как вы это все воспринимаете. Нужно смотреть, нужно исследовать этот момент. На мой взгляд, по крайней мере. Вот. Дальше. Ну, я думаю, совершенно очевидно, что вы одна, еще у вас нет мужчины. Опять же. Опять же. Опять же. Может быть, вы этого не хотите. Может быть, вам это и не нужно. Но этот вопрос имеет смысл. Так или иначе, для некой целостности. Себя. Сейчас я бы сказал, что этой целостности я не наблюдаю. Вот. Вот. На эти все аспекты очень бы хотелось обратить ваше внимание. И дальше уже с этим последовательно работаю. Сейчас вы фиксируетесь на оценке. И сейчас вы фиксируетесь на том, что вы делали раньше. Вы хотите вернуться к той себе, которой вы были. Но гораздо конструктивнее переориентироваться в то, какая вы сейчас реально есть и чего вы хотите. Вы говорите перспективное место и так далее. Но чем оно сейчас для вас ценно? Попробуйте, пожалуйста, это увидеть. Это правда очень важно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. До субтитров. Продолжение следует...